Новости Большого Города на Средней Волге Беспрецедентные меры, социальные поддержки и поправки в Конституцию Самара выслушала послание президента Федеральному собранию Их не пугают ни штрафы, ни больничные койки Женщина попала под трамвай прямо на глазах у сотрудников ГИБДД Спасение утопающих – дело их рук В Самаре наградили лучших росгвардейцев Здесь заканчивается праздник Узнали, что делают с елками после Нового года 3000 километров не крюк Самарский путешественник на автомобиле покорил север Одно из самых дорогих посланий к Федеральному собранию за всю историю Таким называет эксперта выступления президента России Владимира Путина в этом году Для реализации всех предложений главы государства потребуется вложить около 500 миллиардов рублей в год Сам Владимир Путин также признал, что для реализации предложенных им мер потребуются серьезные ресурсы В связи с чем попросил правительство и обе палаты Федерального собрания Максимально оперативно сделать все необходимые корректировки федерального бюджета Какие же колоссальные меры социальной поддержки будут реализованы? Андрей Горгуленко расскажет о главном выступлении президента В своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин Предложил внести поправки в Конституцию Они закрепят нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума И о регулярной индексации пенсий Изменения коснутся и новых требований к лицам, занимающим высокие должности Члены Госдумы и Совета Федерации, федеральные министры и судьи не смогут иметь иностранное гражданство Также поправки закрепят статус и роль Госсовета и обязанности Федерального собрания за формирование правительства Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть приняты парламентом Но так как это существенное изменение политической системы, президент отметил Все поправки должны приниматься только народным голосованием Мнение людей, наших граждан, народа, как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяюще Все в конечном счете решают люди И сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросов жизни в каждом регионе, городе, поселке Основная часть послания затрагивала вопросы демографии Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка Новая мера должна помочь выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый и естественный рост численности населения страны Теперь родители будут получать выплату в 466 тысяч рублей с рождением первого ребенка Маткапитал за двоих детей составит уже 616 тысяч Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года и будет продлено до конца 26 года Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты для семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются И значит семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами Так, собственно говоря, и происходит Этого нельзя допустить Тем более, хорошо понимаю, что пока дети не пошли в школу Маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком В Самарской области родители получают не только федеральную поддержку, но и региональную В области с 1 января начали выдачу наборов подарков для мам, в которых есть все необходимое для первых дней жизни новорожденного Сегодня подарки уже получили более 200 малышей К концу года ожидается, что приятный бонус получат более 12 тысяч человек Сегодня, конечно, решение, которое озвучено, когда материнский капитал уже при рождении первого ребенка будет выплачиваться, мне кажется, крайне важны Вы знаете, что на территории Самарской области мы приняли свое решение, чтобы поддержать рождение первого ребенка Мы предоставляем с 1 января текущего года такой пакет, подарок, который обеспечивает всем первым необходимым младенцам эту молодую семью Особое внимание президент уделил детским садам и призвал ускорить работу по созданию новых мест, особенно для ясельных групп В Самаре задачи национального проекта демографии успешно реализовываются За год появилось более тысячи дополнительных мест в дошкольных учреждениях Очередь в ясли почти закончилась, что позволило многим молодым мамам выйти на работу Также президент затронул важность обеспечения учеников начальной школы горячим питанием К 2023 году его будут получать за счет государства все школьники младшего звена Андрей Горгуленко, События Послание президента в Самаре смотрели сразу в нескольких местах Трансляцию организовали в Центре социального обслуживания на Сердобской, в Администрации Октябрьского района и в Самарском университете В первую очередь горожан интересовали вопросы демографии, образования и здравоохранения Подробнее расскажет Анатолий Головко Мама двоих детей, Лилия Макарова, сегодня пришла в Центр социального обслуживания, чтобы послушать президента Здесь, на Сердобской, организовали трансляцию послания президента к Федеральному собранию Женщина недавно вышла из декрета, благодаря материнскому капиталу она смогла погасить ипотеку досрочно Лилия уверена, новые предложения президента помогут молодым семьям решить большинство проблем Очень интересным стало предложение бесплатного питания для детей, которые будут в начальной школе обучаться Потому что это актуально, ну и для меня, и я думаю для многих В своем послании к Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий Эту идею поддержали сотрудники Самарского центра социального обслуживания Для наших пожилых граждан и инвалидов это будет новое подспорье И для того, чтобы в том числе и продолжительность жизни, и качество жизни улучшалось, конечно, это очень важно Трансляции послания президента сегодня были организованы сразу в нескольких местах В том числе в Доме профсоюзов, в районных администрациях и Самарском университете Послушать главу государства пришли сотни людей Идея таких трансляций принадлежит Общероссийскому народному фронту Его представители говорят, в Самарской области есть все необходимые условия для реализации идей, которые огласил президент Самая главная наша задача, это, конечно же, благосостояние наших граждан И, как сказал сегодня президент, это то, чтобы наша страна всегда была могущественной, сильной, но и многочисленной Вопросы, которые сегодня были подняты, это в первую очередь касается, конечно, большинства наших работников, женщин Ну, хочется им пожелать побольше здоровья, побольше таких светлых каких-то дней в их жизни Чтобы семьи были крепкие, тылы были крепкие Послание президента, которое длилось около часа, вызвало живой отклик у собравшихся Ведь темы, которые озвучил Владимир Путин, касаются каждого Анатолий Головко, Николай Сидоров, События Самарские пешеходы – одни из самых безрассудных в стране Сегодня статистика несчастных случаев пополнилась На пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской женщина едва не закончила жизнь под колесами трамвая А в прошлом году на дорогах города погибли 20 человек Елена Малюцина, ставшая свидетелем сегодняшнего происшествия, вместе с сотрудниками ГИБДД пыталась узнать у людей, что заставляет их так бездумно рисковать По словам очевидцев, 60-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте В середине проезжей части она остановилась рядом со столбом опоры, чтобы пропустить транспорт Что случилось дальше, толком никто пояснить не может Одни говорят, что ее зацепил трамвай, другие, что женщина потеряла равновесие и качнулась в сторону рельсов По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму Наезда на пешехода не было Касание с трамваем было или нет, еще надо разбираться Потому что, со слов водителя и свидетелей, она вышла из опоры, если вот ее посмотрите, да, там, то есть могло и не видеть человека Было темное время суток, соответственно, и водитель просто в зеркало увидел что-то непонятное пятно, которое как-то упало То есть, и все, и сразу остановился, сообщил, вызвал все службы В прошлом году в Самаре по вине пешеходов произошло более 200 ДТП Чтобы сэкономить время, многие идут на неоправданный риск, переходя дорогу в неположенном месте Причем, ни интенсивный поток машин, ни даже присутствие сотрудников ГИБДД не смущают нарушителей Во время рейдов с такими лихачами проводятся беседы Подвергайте свою жизнь и жизнь других участников на дорожном движении опасности Так делать нельзя Больше не надо Будьте внимательны в следующий раз После беседы сотрудник ГИБДД фиксирует паспортные данные нарушителя в общей базе Если пешеход нарушает правила повторно, ему выписывают штраф 500 рублей С начала года сотрудники ГИБДД выявили уже более 500 таких авантюристов Игнорируя правила дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения участников дорожного движения Как следствие и причиной дорожного происшествия К сожалению, на улице нашего города мы сейчас наблюдаем такую картину Когда пешеходы лавируют между автомашинами и переходят в проезжую часть на установленном месте Пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, смущаются и на камеру говорить отказываются Зато остальные самарцы уверяют, что правила соблюдают Нужно переходить по пешеходным переходам Можно попасть под машину и создать какую-нибудь аварийную ситуацию Когда загорелся зеленый, тогда идти Если он там уже мигает, подошел, значит переходить не надо Надо дождаться, когда загорится новый уже зеленый свет Лучше себя безопасить Я считаю, что это отрицательно, во-первых Потому что это опасно и подвергает и водителя опасности себя Также водитель может испугаться, выехать на встречку и выть аварий Сотрудники ГИБДД говорят, здоровье и жизнь пешеходов в их руках Внимание нужно проявлять всегда, даже на пешеходных переходах со светофорами Нужно убедиться, что водитель остановился на красной и готов пропустить Елена Малютина, Максим Гусев, События Подвели итоги работы за 19-й год Росгвардия по Самарской области наградила лучших сотрудников за боевые заслуги Некоторые герои нашего времени проявили себя и в обычной жизни Почему офицеры спецподразделения лезут и в огонь и в воду, расскажет Сергей Кизоркин Иван Сидоров получил от руководства Самарской Росгвардии медаль замужества Весной ОМОНовец гулял с семьей в парке Гагарина Услышал крик о помощи и не раздумывая нырнул в обводной канал спасать утопающих Бабушку, дочь и четырехлетнюю внучку Вытащив пострадавших, офицер ушел домой Героя нашли журналисты и написали об этом репортаж Почему бросился спасать людей, когда другие проходили мимо, Иван Сидоров объяснил просто Мне родители здесь приучали всегда помогать, а на нашей службе приучали моментально помогать Поэтому с двух сторон такая дисциплина и, наверное, все получилось, как получено Награждали сотрудников Росгвардии на торжественном собрании и за отличное исполнение профессионального долга В 2019 году спецподразделения пресекли почти 6 тысяч правонарушений Задержали почти сотню преступников, находящихся в розыске, в том числе и в федеральном Охраняют Росгвардейцы и разные объекты Начиная от квартир, заканчивая школами, стадионами и крупными заводами Ведут контроль хранения и применения огнестрельного оружия Сейчас на руках у граждан находится свыше 140 тысяч единиц оружия и пистолетов Мы гордимся тем, что мы вносим достойный клад в общий сегмент правоохранительный в нашей области В своей деятельности мы, в принципе, руководствуемся присягой сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Это, наверное, самый главный кодекс Поздравило руководство Росгвардии и самарских журналистов за плодотворное взаимодействие Коллектив телекомпании «Самаргиз» получил благодарственное письмо Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События Далее, коротко о других событиях дня В Самарской области задержан мужчина, который на протяжении 19 лет обманывал государство Житель поселка Алексеевка предоставил в Главное управление труда администрации Самарской области подложные документы И все эти годы получал деньги как ликвидатор чернобыльской аварии Полицейские установили, что таким образом 59-летний мужчина успел получить более 500 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» В Самаре планируют реконструировать театр оперы и балета На работы выделено почти 300 миллионов рублей Реконструкция пройдет по программе развития культуры 63-го региона до 2024 года Как говорится в программе, первый и второй комплекс планируются отремонтировать в следующем году Это будет сделано одновременно с реставрацией драмтеатра Там должны выполнить работы по восстановлению фасадов и интерьера Помимо этого должны решить проблему с появлением в подземном гардеробе грунтовых вод Для маломобильных граждан оборудуют лифт Кроме того, реставрации предстоит ДК «Самарец», ТЦ «Аквариум», музей «Алабина» и театру «Самарт» Преобразиции зданий Самарского цирка на Молодогвардейской Его реконструкцию с пристройкой общежития для артистов запланировали на 2020-2022 годы Сметная стоимость составила более 900 миллионов рублей Цирк планировали реконструировать еще к лету 2018 года перед стартом чемпионата мира по футболу Но существенные затраты на подготовку к Мундиале привели к тому, что проект заморозили на неопределенный срок Из Самары можно будет летать в Сыктывкар Расписание международного аэропорта Курумыч в Юрале пополнится новым рейсом Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Согласно сообщению, рейс будет выполняться два раза в неделю По понедельникам и четвергам Добраться до Сыктывкары можно будет за два часа Обратный путь будет на 15 минут короче В реестр выдающихся личностей, которых хотят увековечить в Самарской области Внесли представителей советской эпохи Среди них дочь Иосифа Сталина, переводчица, филолог Светлана Аллилуева В октябре 1941 года Светлану Аллилуеву вместе с детьми других влиятельных людей Привезли в Куйбышев, запасную столицу Она пробыла здесь до июня 1942 года И написала об этом периоде воспоминания В список внесли Льва Троцкого Около месяца он пробыл в Самаре Писал для Искры, выполнял партийные поручения Также самарские власти хотят увековечить память о певице Людмиле Зыкиной Она несколько раз была с концертами в Куйбышеве И ездила по районам области Что происходит с елками, когда праздники заканчиваются Вместо того, чтобы оставлять их гнить на полигонах Им нашли другое применение Елочные опилки, которые, получается, после переработки хвойных Доставляют на корм для лошадей Как из главного праздничного атрибута делают любимое лакомство с кукунов Узнала Мария Левина Любимое лакомство красотки Зары – елочная щепа Поэтому и Новый год она ждет с нетерпением Рассказывает ее хозяйка Екатерина Еда из бывших новогодних елей еще и очень полезна для с кукунов Их здоровье, на самом деле, на грани всегда Вот что-то, некачественный корм, какая-то не та травка Это очень даже полезно Лошади очень любят дерево У них улучшается пищеварение Они их грызут У них есть смолы у елок, которые для них очень полезны А также щепа у нас используются для подстилки Щепу конному клубу с этого года предоставляет региональный оператор Она получается после переработки новогодних елок Здесь заканчивается праздник Зеленые красавицы, главные героини новогодние ночи Перерабатывает вот такой монстр с громким мотором За раз он уничтожает неограниченное количество пушистых красавиц Такой способ переработки новогодних деревьев более экологичен И позволяет быстро избавить самарские дворы от хвойного мусора С начала года уже уничтожено больше тысячи деревьев Она является экологичным продуктом, который можно использовать Например, для подстила, естественного подстила для животных В зоопарках, конно-спортивных клубах Также эта щепа может использоваться для садово-хозяйственных нужд Василий Заводский свою работу любит и считает полезной Говорит, здорово, что новогодние деревья еще сослужат службу животным Было бы грустно, если бы они без пользы доживали свой век на полигоне На свалке они не будут перегнивать А это будет выходить, ну, те же самые конюшни Как бы подстилка для животных Как бы в помощь, зоопарк Вывозить елки из самарских дворов на переработку будут до начала февраля Для того, чтобы она пошла в дело, нужно оставлять зеленую красавицу рядом с контейнером Чтобы она не смешивалась с другими отходами Мария Левина, Василий Кладашов, События Кураторы федерального проекта «Крепкая семья» побывали в подшифтном доме ребенка «Солнышко» в Самаре Маленьким воспитанникам подарили подарки Сейчас здесь пребывают несколько десятков малышей в возрасте до трех лет Это дети, которые остались без попечения родителей И те, чьи семьи испытывают трудности и вынуждены отдать детей в социальные учреждения временно Причем одна из задач специалистов центра – проводить работу с родителями, чтобы малыши возвращались в родные семьи Кроме положительных эмоций, для детей еще одна цель визита участников проекта «Крепкая семья» Помочь в решении проблем, которые сейчас есть в учреждении По материально-техническому оснащению, или же по ремонту, или же по развивающим играм То есть все то, что сегодня нам озвучит директор, мы обязательно возьмем в план проработки Как мы говорили, но как попечительские, скажем, форму попечительства нашего проекта над этим учреждением Свыше трех тысяч километров по северному бездорожью Самарский путешественник отправился из Красноярска в Якутск на автомобиле Ночлег в палатках, еда в сезонах придорожных кафе и самое главное – испытания силы воли Своими впечатлениями путешественник поделился с нашим корреспондентом Самарец Алексей Жарухин – путешественник со стажем За последние 10 лет он объехал более 50 стран и почти всю Россию На этот раз вместе с единомышленниками решил покорить север страны На внедорожнике отправился из Красноярска в Якутск Почти неделю в мороз авантюристы ехали по бездорожью Я считаю вообще, что каждый гражданин нашей страны обязан в первую очередь посетить свою страну Потому что очень многие бывали во всяких Турциях и Египтах Но при этом нашу страну почему-то дальше даже за Уралью не посещали Я патриот, мне интересно увидеть нашу страну Интересно об этом рассказать людям Интересно, чтобы все тоже туда поехали, увидели, что у нас на самом деле не хуже, а намного лучше, чем в других местах Перед поездкой машина путешественников прошла специальную подготовку Ведь ехать предстояло по зимникам Это такие дороги, которые появляются только зимой, когда замерзают реки и болота Такого испытания обычный автомобиль не выдержит Поездку любители драйва решили взять с собой теплую одежду, спутниковый телефон, чтобы всегда оставаться на связи И, конечно, хороший запас еды Спали в специальных арктических палатках, установленных прямо на крыше машины Друзья, народ требовал жертв, а точнее моего сна в этой палатке Я его не бросил, я его поддержу Жертвы будет две сегодня В такой палатке не замерзнешь, она отапливается, тепло поступает из машины Питались спутники в основном в пикетах Так называются сезонные кафе, которые устанавливают только зимой Главным образом для водителей грузовых фур Кафе, здесь стоит огромное количество техники Приехали на обед, и мы тоже заглянем перекусить Наибольшее впечатление, по словам Алексея, на него во время поездки произвела братская ГЭС И легендарная кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии Это первое месторождение алмазов, которое начали разрабатывать в Советском Союзе в 1957 году Имеющие коническую форму и диаметр почти полтора километра На феврале у Алексея запланированы новые туристические победы Он разрабатывает маршрут по Арктике Впереди около 6000 километров, которые он планирует преодолеть Все так же на автомобиле Алексей мечтает увидеть северное сияние Олег Зверев, Мария Левина, Максим Гусев, События Самарский музей Эльдара Рязанова запустил цикл из четырех лекций об итальянском кино Связующей темой станет творчество именитого режиссера Федерико Феллини 20 января 2020 года исполняется 100 лет со дня его рождения Основное внимание сосредоточено не на самых известных работах мастера А на других гранях его таланта Так, например, на первой лекции Феллини пристает как молодой и начинающий сценарист Вторая встреча будет посвящена Федерико-актеру И только третья лекция познакомит зрителей с его режиссерским творчеством Дополнением к циклу станет разговор о Микеланджело Антонионе Полной противоположности Феллини Подобной кинолектории уже становится традицией Пока в музее нет своего кинозала Встречу проводят в Самарской публичной библиотеке Каждую лекцию завершает просмотр фильма В этот раз зрители увидели шедевр итальянского неореализма В картине Роберто Расселине «Рим. Открытый город» Сценарию которого предложил руку и Федерико Феллини Если кинематограф в принципе представляет собой искусство грез Которое нам порождает То имя Феллини наверное ассоциируется с тем Что он смог изобрести нечто принципиально новое Именно вот в этом плане То есть это грезы, мечты, сновидения Которые до Феллини попросту не существовали И вот во многом как раз вот эта предыстория И является некоторой такой точкой отчета Для последующего вот этого прыжка Совершенно новой формы кино Новый год по новым правилам С дзюдо теперь подростки борются как взрослые Возрастной цен снизился до 8 лет Как прошло первенство области в новых условиях Расскажет Сергей Кизоркин Всеволод Киселев с дзюдо на ты На татами выходит бороться уже 6 лет До этого первенство области Для подростков правила были детскими Нельзя делать болевые приемы Теперь все как у взрослых Побеждать стало сложнее Зато азарта больше Рассказывает финалист соревнований Интереснее будет по взрослым Ну так же есть немного страха С болевыми удушающими Ну больше хочется попробовать новое Тренеры от нововведений в восторге Говорят давно пора Потому что чем раньше ребенок поймет Всю суть борьбы тем лучше Ведь привыкнув к только техническим броскам Юношам в 16 лет трудно психологически применять И сопротивляться болевым приемам Когда у них будет определенный опыт соревновательный С болевыми удушающими Что касается именно здесь Как бы на соревновательной практике Уже на такой арене Когда они будут бороться со взрослыми Конечно это будет уже совсем другое Нежели просто ребенок придет И ему сразу как бы там Повзрослее возраст Сделает удушающий болевой Он даже не будет знать как сдаться там И как защищаться правильно Первую практику борьбы по новым правилам Подростки проходят на первенстве Самарской области 14-летние юноши и девушки Определили призеров в 9 весовых категориях Из лучших дюдаистов Сформируется сборная команда региона В нее с большой вероятностью Попадут спортсмены стойкие духом Ребята боятся именно того Что будут какие-то проблемы Именно наверное все-таки Психологического характера То есть уже более агрессивная борьба Более другой уровень Более устойчивая психология должна быть Ну уже после второго круга соревнований Они адаптировались И спокойно проходят этот бой Мотивировать подростков на победу По новым правилам Организаторы соревнований Будут большим медальным фондом Если раньше весовой категории Определялся один чемпион То теперь их может быть несколько Все зависит от количества участников Прописана французская система То есть дети будут делиться по подгруппам В каждой подгруппе не более 4-х человек То есть чтобы ребенок проводил Не более 4-х встреч И встречи будут не останавливаться Сразу чтобы спортсмен не проигрывал А гарантированно что ребенок отборется Всю полную встречу И соответственно будет приветствоваться В каждой подгруппе будет награждение Впереди у спортсменов первенство по Волжье В личном и командном зачетах Соревнования пройдут в середине февраля В Соликамске Пермского края Всероссийский турнир ждет лучших дюдоистов Страны в Самаре с 13 по 18 апреля Сергей Кизоркин, Константин Головин, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить Что число просмотров нашей программы на Ютьюбе Превысило 23 миллиона Смотрите передачи Самарегиста на нашем сайте В его мобильной версии А также на Ютьюбе Удачи вам, увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин